Я считаю, что пришло время не только дистанционного обучения, а как бы продолжение этой темы. Это пришло время частников. Потому что я уверена, многие из вас ненавидят свои ДМШ, ненавидят свои музыкальные школы, начальства. Те правила, по которым тех минимум, там какие-то рамки, в которых душатся дети. Они не справляются, их выкидывают как мусор. В первый год, второй год выкидывают, не сдают экзамены, даже вступительные их выкидывают. Никого выкидывать нельзя, никого. Кто-то немножко медленнее, кто-то немножко быстрее, а потом где-нибудь там они выровняются через 7 лет. Дайте всем возможность учиться. Кто из вас сейчас скажет, да, кстати, хорошая мысль, давайте будем писать письма. Помните почтовые эти марочки, пишем письмо, через 3 недели человек получает, и не факт, что получает. Зачем писать e-mail, зачем писать сообщения, вот эти вот, вот, человек пишет друг другу сообщение в WhatsApp, пиши письмо, давайте опять ручкой писать. Кто из вас это хочет делать? Вот даже смешно, если бы так сказали, вы знаете, лучше писать ручкой. Вот пока ручка там вот так пишешь, там 3 километра, ручка уже там вся зажалась, да. Нет, главное, как пальчик держать, вот так нужно. Я в Америке, почему ты не вот так вот держишь, и так пишешь красиво. Как угодно держи ручку, хоть носом, хоть нос вставляй, пиши. Понимаете, вы вообще просто, я просто поражаюсь, телефоном пользуете, с мамой вы разговариваете, дорогая мамочка, и ты с ней нормально сговоришь, а с учеником близости нету. Мама, ты не нюхаешь, не трогаешь, там она может быть в другом городе, а ученика нужно обязательно потрогать. Ну как же не потрогать человека? Понимаете, вы смотрите вперед, сейчас мы можем бросить тех детей, с которыми у нас не сложились отношения. Зачем мучить друг друга? Ну не хочет у вас человек заниматься, а вы вот, ну давай еще придешь, еще там болван не выучил. Возьмите другого человека, пусть этот ребенок уйдет туда, где ему нравится. Мы не все друг к другу подходим. Понимаете, можно убрать из списка своих учеников те, которые нам не нужны. Люди плохо себя ведут, борзеют, я не знаю, особенно родители. Родители, бывает, вообще как-то ведут себя там. Всех отрезаем, как бы вот я, вот моя линия, и к ней приближаются те магнитики, которые ваши магнитики. Эти люди попадут к тем магнитикам, которые их не магнитики, понимаете? У вас появится огромный выбор. Зачем в этой маленькой... Вот мой ученик приходит ко мне через дорогу. Вы родились, чтобы ваша жизнь прошла только через дорогу. Вот это вот вся ваша жизнь, там 70 лет, только через дорогу. А мой мужчина тоже через дорогу живет. И дочка через дорогу, и внучка через дорогу. И вот так вот через дорогу мы будем жить. Угу, угу, угу. Вот такое узенькое. И кладбище тоже через дорогу. И кладбище. И бабушка там лежит, и дедушка лежит. И внуки мои будут лежать. И вот такое... Зачем интернет? Зачем? Вы представляете, интернет нужен. Угу. Телефон нужен, да? А зачем? Сейчас люди виртуально общаются, знакомятся, чуть ли не влюбляются, чуть ли там... Какими делами занимаются? Не надо ни беременеть, ни предохраняться, ничего. Вон. Никто, никаких проблем нет. Познакомились. Даже не надо имена другу знать. Меня зовут Василиса Прекрасная, меня там Иваночка Дурачок. Пожалуйста, общайтесь. Это куда лучше вот этих вот бесконечных этих переездов, не знаю, мытарство мозгами, там... Самый короткий путь к твоим мозгам это через виртуал. Самый короткий. Там как раз можно раскрыться. Там можно как раз моментально вот в эту минуту захотеть сыграть в Келизе. И играй в Келизе. Не нужно ждать вторника. Не нужно какие-то ноты ждать. Вот, высылай фотографии и играй в Келизе. Хочешь с учителем из Германии, хочешь с учителем из Тула, хочешь с учителем из Донбая, хочешь со мной. Найди своего учителя. Он не обязательно через дорогу живет. Не обязательно. И не обязательно, что он твой локоть будет трогать. Трогает? Пусть трогает. Не трогает? Не трогает. Главное, пусть учит. Ребята, если вы не можете учить по виртуальному... Не потому, что интернет плохой. Интернет плохой я тоже не могу, да? Если вы не можете ребенку объяснить, что такое крещендо, не подходя к инструменту, не подходя к инструменту, акцент не подходя к инструменту, вообще вот все. Вот вы сидите в машине и можете... Если вы не можете преподавать away from your instrument, я не думаю, что вы педагог. Для того, чтобы понять вкус, новый вкус, нового продукта, не обязательно пойти купить там червяка или там лягушку. Можно прочитать description так, чтобы у тебя потекли слюни, понимаете? Повар это не тот, который тебе в рот сунуть поест, а который на твоих глазах приготовит так, чтобы ты поняла, что это вкуснятина. Вы должны так делать, что вам не нужно было ни играть, ни прикасаться, понимаете? Вы должны... У вас же такой опыт, вы же прошли через столько всего. Вы, наверное, берете самое лучшее, самое плохое убираете и дальше развиваетесь, развиваетесь. Как мясорубка, нужно постоянно в себе что-то менять. Я не представляю такую жизнь, которую... Вот все, все, меня зовут Валентина Юрьевна, все. А может, тетя Валя зовут? А может, Валечка же зовут? А может, тебе там, не знаю, Джоконда. Берешь и меняешься.